Я рад предоставить слово Чопаревой Ольге Николаевне «Типичные ошибки в диагностике гистационного диабета». Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые Михаил Боярисович, Антон Сергеевич, уважаемые коллеги. Мой доклад посвящен современным принципам диагностики нарушения углеводного обмена во время беременности и наиболее распространенным диагностическим ошибкам, с которыми мы встречаемся в своей практике. Продолжение следует... В первую очередь это связано с нашим в целом неправильным питанием и, соответственно, с ростом ожирения у женщин репродуктивного возраста. Доказано, что именно избыточный вес является наиболее значимым фактором риска развития гистационного диабета. К примеру, при индексе массы тела более 35, риск гистационного диабета увеличивается в 6 раз. Также это связано с низким уровнем физической активности и, конечно же, с внедрением новых, более жестких диагностических критериев гистационного диабета. В настоящее время факт отрицательного влияния даже, казалось бы, незначительной гиперкликемии в отношении и акушерских, и перинатальных осложнений доказан. Метаболические изменения повышают риск развития гистационной артериальной гипертензии, преэклампсии, многоводия, увеличивают частоту кесаревых сечений. Если мы говорим про перинатальные осложнения, то это, конечно же, в первую очередь развитие диабетической фетопатии. Поэтому правильная своевременная диагностика и адекватная коррекция нарушения углеводного обмена являются очень важной задачей. Если у женщины уже был гистационный диабет, то он с высокой долей вероятности развивается при последующей беременности. И у таких женщин в перспективе выше риск развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистой патологии. С осени 2014 года наш родильный дом оказывает специализированную помощь беременным с различной эндокринной патологией и в первую очередь с сахарным диабетом. На представленном слайде данные по нашему родильному дому за 2015-2017 года. Обратите внимание, как увеличилось количество беременных с сахарным диабетом за прошедшие три года. Если в 2015 году с диабетом рожала каждая десятая пациентка, то в прошедшем году каждая пятая беременная, поступающая в родильный дом, имела диагноз сахарного диабета. И очевидно, что в дальнейшем в плане диабета ситуация будет изменяться только по нарастающей. Давайте вспомним, какие физиологические изменения обмена веществ, происходящие в организме беременной, способствуют развитию гистационного диабета. С одной стороны, происходит непрерывный транспорт глюкозы через фетоплацентарный комплекс, то есть глюкоза, как основной энергетический субстрат, постоянно и свободно проходит через плаценту. Во-вторых, во время беременности повышается фильтрация в почках, которая сопровождается повышенной экскрецией глюкозы, то есть повышается клиренс глюкозы. Кроме того, снижается продукция глюкозы печенью. Но эти изменения характерны для первого триместра беременности. И эти изменения приводят к тому, что уровень глюкозы натощак в первом триместре у беременной приблизительно на 1 ммоль ниже, чем был до беременности. Но с другой стороны, с увеличением срока беременности происходит выработка плаценты большого количества контринсулиновых гормонов, например, плацентарного лактогена, который является одним из самых мощных антагонистов действия инсулина. Также повышается синтез эстрогенов и прогастерона, оказывающих контринсулиновое действие. В организме беременной повышается образование кортизола корой надпочеков, которые повышают продекцию глюкозы печени. И меняется синтез адипокинов. Напомню, что адипокина – это семейство гормонов жировой ткани, которые влияют на чувствительность к инсулину, метаболизм глюкозы, тем самым могут усиливать имеющуюся инсулинорезистентность. У нас есть один из уникальных адипонектинов. Адипокинов-адипонектин снижает развитие физиологической инсулинорезистентности, а остальные адипокины повышают эту физиологическую инсулинорезистентность. И вот те изменения, которые представлены в нижней части слайда, они способствуют развитию физиологической инсулинорезистентности во время беременности. Уровень инсулинорезистентности во второй половине беременности приблизительно на 50-70% выше, чем был до беременности. И для того, чтобы преодолеть эту физиологическую инсулинорезистентность, в организме беременной происходит компенсаторное увеличение секреции инсулина за счет гипертрофии, гиперплазии бета-клеток поджелудочной железы. И к началу третьего триместра беременности уровень инсулина в норме повышается в 2-3 раза. В ряде случаев инсулинорезистентность, которая сопровождается повышенной потребностью в инсулине, превышает резерв бета-клеток и приводит к развитию гипергликемии. То есть в основе патогенеза гистационного диабета лежит инсулинорезистентность, обусловленная гормональными изменениями и неспособностью бета-клеток поджелудочной железы обеспечить адекватную секрецию инсулина. До недавнего времени для диагностики гистационного диабета мы использовали критерии Всемирной организации здравоохранения от 1999 года. Однако в результате полученных данных многолетнего исследования ХАПУ-стадий, посвященного изучению влияния гипергликемии матери на неблагоприятные исходы беременности, стало очевидно, что имеющиеся на тот момент в мире диагностические критерии гистационного диабета являются несовершенными и требуют обязательного пересмотра, поскольку среди наблюдаемых женщин неблагоприятные исходы возрастали, начиная со значительно более низкого уровня гликемии, чем были приняты в то время в качестве диагностических критериев. В нашей стране в 2012 году был создан российский национальный консенсус по гистационному диабету, утвержденный приказом Минздрава в декабре 2013 года. И на сегодняшний день мы работаем в соответствии с принятым консенсусом. Какие же принципиальные отличия между старыми критериями и новыми? В понятие гистационного диабета входило любое нарушение углеводного обмена, впервые выявленное или впервые возникшее во время беременности, и диагностическим критерием являлось глюкозовенозный плазмонтачак выше или равное 7 ммол на литр. Согласно нашим последним рекомендациям, гипергликемию, выявленную во время беременности, необходимо четко дифференцировать на гистационный диабет и на манифестный диабет. Диагностика нарушения углеводного обмена во время беременности достаточно проста. Не требует специальной консультации эндокринолога, может быть проведена врачом любой специальности, к которому обращается женщина на первом этапе. Диагностика проводится в две фазы. Первая фаза проводится при первом обращении на сроке до 24 недель. Беременной проводится определение, вот один из трех представленных показателей. Глюкозовенозный плазмонтачак, либо уровня гликированного гемоглобина. Либо уровня глюкозовенозный плазм, взятый в любое время дня, независимо от приема пищи. Что касается двух последних показателей. Их определение не исключает определение глюкозы натощак, взятый в любой другой день. Эти два последних показателя нужны для проведения дифференциальной диагностики между гистационным и манифестным сахарным диабетом. Согласно существующим рекомендациям, манифестный диабет диагностируется при глюкозе венозной плазмы натощак выше или равной 7 ммол на литр, либо по уровню гликированного гемоглобина выше или равному 6,5%, либо по уровню глюкозы венозной плазмы, взятой в любое время дня, выше или равной 11,1 ммол на литр. Если аномальные значения были получены впервые и отсутствуют клинические проявления гипергликемии, то вот этот предварительный диагноз обязательно должен быть подтвержден повторным определением либо глюкозы венозной плазмы натощак, либо уровнем гликированного гемоглобина. Если есть явная клиническая симптоматика гипергликемии, что встречается гораздо реже, то для установления диагноза нам достаточно одного значения в диабетическом диапазоне. Могу сказать, что в своей клинической практике мы не диагностируем манифестный диабет по однократно повышенной цифре, всегда определяем гликемию повторно для того, чтобы убедиться в наличии диагноза, поскольку в отличие от гестационного диабета, манифестный диабет заболевание хроническое, и после родов диагноз не снимается. В том случае, если результат исследования соответствует категории манифестного диабета, то беременность сразу же должна быть направлена к эндокринологу для уточнения типа диабета, для дальнейшего наблюдения и лечения. В настоящее время гестационный сахарный диабет определяется как заболевание, которое характеризуется гипергликемией, впервые выявленной во время беременности, но не достигшей критериев манифестного диабета. То есть гестационный сахарный диабет устанавливается при уровне глюкозы натощак выше или равной 5,1 ммол на литр, но менее 7. Здесь есть один принципиальный момент. Диагноз устанавливается на основании одного аномального значения. То есть если глюкоза натощак хотя бы однократно была повышена, диагноз гестационного диабета установить необходимо. Поводом для повторного определения является следующая ситуация. Если по каким-то причинам кровь была сдана не натощак, если кровь была сдана на фоне острого воспалительного процесса, на фоне выраженного токсикоза или на фоне приема препаратов, которые могли бы повлиять на уровень глюкемии. Обязательно необходимо повторить анализ, если определение глюкозы было проведено в капиллярной крови, а не венозной плазме. Во всех остальных случаях, если мы однократно увидели глюкозу натощак выше диапазона нашего, то нам надо поставить диагноз гестационного диабета. До недавнего времени тест глюкозы проводился во время беременности лишь группам риска. Сейчас ситуация изменилась кардинальным образом. Всем беременным без исключения на сроке 24-28 недель проводится глюкозотолерантный тест, если до этого срока гестации не было выявлено нарушение углеводного обмена. По мнению экспертов, оптимальным временем для проведения теста является срок 24-28 недель. Но если у вас есть, например, высокий риск развития гестационного диабета или тенденция к крупному плоду, по данному ЗИИ, или ультразвуковые признаки диабетической фетопатии, то вы можете проводить тест вплоть до 32 недели. Существуют абсолютные и относительные противопоказания к проведению теста. К абсолютным относятся манифестный сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются нарушением всасывания глюкозы. К временным противопоказаниям относятся токсикоз беременных, наличие острого инфекционного процесса или необходимо соблюдать строгого постельного режима. Мне хотелось бы отметить, что тест с глюкозой является абсолютно безопасным диагностическим тестом для выявления гестационного диабета. Все истории о том, что это чрезмерная углеводная нагрузка, которая может спровоцировать или развитие диабета настоящего у беременной, или может спровоцировать острое состояние беременной во время проведения теста, не соответствует действительности. Понимаете, вот когда мы с вами едим торт, то он помимо огромного количества углеводов содержит много жиров, и это очень вкусно. Тот раствор, который пьет беременная, содержит исключительно глюкозу. Он приторно-сладкий, этот раствор, он невкусный, но он совершенно безопасный. Вот эти 75 грамм глюкозы – это где-то полтора кусочка торта. То есть это та еда, которую большинство людей едят ежедневно. Интерпретацию результатов теста могут проводить не только эндокринологи. Любой специалист, который знаком с критериями диагностики гистационного диабета, может самостоятельно поставить диагноз. Тест выполняется на фоне обычного питания. То есть как минимум в течение трех суток до проведения теста суточное потребление углеводов должно быть не менее 150 грамм. То есть никакой диеты, направленной на ограничение или исключение углеводов до проведения теста соблюдать нельзя. Тест проводится утром натощак после 8-14 часового ночного голодания. Что значит натощак? Это совершенно не значит, что нельзя есть после 18, как думает большинство беременных. Это значит, что последний прием пищи, от последнего приема пищи должно пройти не менее 8, но не более 12-14 часов. Если последний прием пищи был в 6 часов вечера, тест начат в 10 утра, то интервал наночного голода составил 16 часов. Это большой очень интервал, который тоже может повлиять на результаты теста. В рекомендациях прописано, что последний прием пищи обязательно должен содержать как минимум 30-50 грамм углеводов. Конечно, беременной не надо высчитывать углеводов в граммах, которые она планирует съесть. Ей достаточно объяснить, что ужин должен содержать какую-то обычную порцию картофеля, макарон или какой-то крупы. Одна из самых распространенных ситуаций. Приходит беременная с результатами теста, где есть какая-то повышенная цифра сахара, и она говорит, доктор, знаете, я к тесту не подготовилась. Когда я начинаю уточнять, как к нему надо было готовиться, она говорит, но вы знаете, вот накануне теста я съела там что-то сладкое или много фруктов, и когда я начинаю ей объяснять, что никакое количество углеводов, съеденное накануне, не повысит гликемию, но тощак у здорового человека повышает, только в том случае, если есть нарушение углеводного обмена, она сразу мне следом и дает фразу, что я почистила зубы, мне предупреждали, что этого делать нельзя. Понимаете, вот эти все фразы, про съеденное накануне углеводы, про чистку зубов беременные придумывают не сами. Это, к сожалению, мы с вами их этому учим, поэтому, когда мы даем какие-то рекомендации в плане проведения теста, ну или в целом, то они должны соответствовать действительности. В процессе проведения теста беременная не должна покидать лабораторию, она может пить воду обычную, если хочет, нельзя есть, нельзя курить. Препараты следует принимать после завершения теста. Определение глюкозы должно проводиться исключительно на биохимических анализаторах, либо на анализаторах глюкозы, никаких портативных средств самоконтроля глюкометров для проведения теста использовать нельзя. Тест проводится в несколько этапов. На первом этапе проводится забор крови на тощак. Желательно определить уровень гликемии сразу же до принятия глюкозы, поскольку при получении результатов, соответствующих критериям гистационного или манифестного диабета, тест на этом этапе заканчивается. Например, в нашем родильном доме лаборатория находится этажом выше кабинета, где проводится тест. Поэтому минут через 15 после забора крови у нас есть уже результаты. Первые пробы. Не во всех учреждениях есть такая возможность. Иногда тест проводится в одном месте, результаты для исследования отправляются в другое место. То есть, если нет возможности экспресс-определения гликемии, то тест продолжается и доводится до конца. На втором этапе беременная должна выпить вот этот вот раствор глюкозы. 75 грамм глюкозы она растворяет в тёплой питьевой воде, и в течение нескольких 5 минут она этот раствор должна выпить. Через час после нагрузки глюкозы ей проводится забор второй пробы, и через 2 часа забор третьей пробы. Гистационный сахарный диабет мы диагностируем, если глюкоза натощак выше или равна 5,1 ммл, через час выше или равна 10 ммл, и через 2 часа 8,5 ммл. Для постановки диагноза нам достаточно одного повышенного значения из трёх. В целом на сегодняшний день можно сказать, что консенсус по гистационному диабету наконец-то внедрён в клиническую практику, и большинство учреждений сейчас работает в соответствии с принятым консенсусом. Однако, несмотря на то, что с момента принятия консенсуса прошло уже около 5 лет, до сих пор встречается большое количество диагностических ошибок на разных этапах. Давайте с вами вместе попробуем разобраться в этих ошибках. К нам нередко обращаются беременные на поздних сроках, иногда уже с проявлениями диабетической фетопатии, у которых диабет был пропущен. Беременная приносит обменную карту, из которой видно, что глюкоза была повышена много недель назад, часто ещё в самом первом биохимическом анализе крови. Но на консультацию к эндокринологу она направлена ближе к концу беременности. Следующая очень распространённая ситуация – это несмотря на выявленную гипергликемию на тощах, такая беременная направляется на глюкозотолерантный тест. И очень часто она направляется туда с рекомендациями жёсткого соблюдения диеты. То есть доктор лечащий видит повышенную цифру сахара, говорит, наверное, вы что-то съели накануне, соблюдайте диету и идите на тест. Мы с вами уже обсудили, что если у нас глюкоза на тощах была повышена, то надо сразу диагностировать гистационный диабет, проводить тест, нет никакой необходимости, потому что диагноз ставится на основании одного аномального значения. Кроме того, если тест проведён на фоне диеты, он не информативен, потому что диета искажает результаты. То есть диета – это у нас вообще основной метод лечения диабета. Поэтому для чего мы будем проводить тест на фоне диеты, чтобы посмотреть, есть этот диабет или его нет. Также мы сталкиваемся с тем, что доктора не уделяют должного внимания второй фазе диагностики нарушения углеводного обмена, то есть вообще не направляют беременную на глюкозотолерантный тест, если на ранних сроках у неё не было выявлено нарушение углеводного обмена. То есть сахар был хороший, и доктор говорит, зачем вам тест, у вас и так сахар нормальный. Но, понимаете, определением только глюкозы натощак мы не можем исключить гистационный диабет, поскольку повышение гликемии в тесте в 30% случаев будет постпронтиальное, то есть после нагрузки глюкозой. Поэтому получается такая несколько парадоксальная ситуация. В тех случаях, когда тест не нужен, он проводится, тогда, когда он необходим, его не проводят. Нет чёткого понимания до сих пор, для чего нужен тест. Вот тест не нужен для подтверждения диабета, если уже была повышена глюкоза натощак. Тест нужен исключительно для исключения диабета, если на ранних сроках гистации не было выявлено нарушение углеводного обмена. Иногда тест проводится не в установленные сроки, или ранние 24-х, или позже 32-х недель. Но вот позже 32-х недель уже такие ситуации встречают, но совсем казуистически редко. Лаборатории боятся проводить тест после этого срока. Ранние 24-х недель беременные приходят с тестом достаточно часто. Беременная 16 недель с глюкозурией, глюкоза натощак 4,7. Она направлена на тест. Когда беременная приходит с результатами теста, мы не знаем, как его интерпретировать, поскольку те критерии, которые мы с вами обсудили, они разработаны для срока 24-32 недели. Просто ни раньше, ни позже. Мы не знаем, какие показатели гликемии должны быть в тесте, и, соответственно, правильно интерпретировать его не сможем. Иногда тест проводится с уже установленным диагнозом гестационного диабета. Когда я читаю эту лекцию, всегда вспоминаю один клинический случай. Приходит беременная 30 недель, получает интенсифицированную инсулинотерапию, ее наблюдает эндокринолог по месту жительства. Когда подошел срок 24 недели, инсулин ей был снят, и она направлена на глюкозотолерантный тест. Эта ситуация, конечно, редки, но это встречается у нас с вами в Москве. Если тест проведен на фоне острого воспалительного процесса или на фоне приема препаратов, и беременная приходит с результатами такого теста, если еще сроки позволяют, мы обязательно ее отправляем на тест повторно. Что касается препаратов, влияющих на уровень гликемии, в первую очередь это относится к глюкокортикоидам. Беременная поступает в стационар с угрозой, ей проводится профилактика дексаметазоном, на следующее утро берется биохимия, там, конечно же, будет гипергликемия, обусловленная введением дексаметазона, но ей ставится диагноз нестационного диабета. Вот на фоне введения дексаметазона ставить диагноз диабета нельзя. Несколько дней назад читала эту лекцию в другой аудитории, доктор меня спрашивает, а вот моя пациентка получает дексаметазон в таблетках, мне нужно ей убирать препарат до проведения теста? Ну, во-первых, если действительно есть показания к приему глюкокортикоидов во время беременности, то желательно все-таки назначать, наверное, не дексаметазон, потому что дексаметазон – это тот препарат, который проникает через плаценту и, к сожалению, ухудшает созревание нервной системы плода. То есть если есть реальные показания, то должны быть глюкокортикоиды другого ряда, метилпреднизолон, например, метипред. И, конечно же, если пациентка получает любые глюкокортикоидные препараты, то до теста должна быть обязательно кратковременная отмена этих препаратов. Тоже уже говорила, нам необходимо определять глюкозу венозной плазме, потому что именно она отражает истинное положение вещей, определять капиллярную кровь мы не должны. Иногда наши лаборатории грешат тем, что приходит пациентка на тест, ей определяется гликемия по глюкометру, и если гликемия выше, чем 5, она отправляется обратно, тест ей не проводится. И пока она запишется и дойдет до эндокринолога, уже пройдут все установленные сроки, и мы тест, в принципе, провести не можем. То есть до теста брать гликемию глюкометром не надо, нужно сразу определить глюкозу в плазме. Иногда встречаются ситуации, когда приходит беременная, у нее два результата. У нее сахар натощак, и через 2 часа после нагрузки глюкозой. То есть для того, чтобы мы могли точно исключить инвестиционный диабет, во время беременности нам необходимо 3 значения. Глюкоза натощак, глюкоза через час, и через 2 часа после нагрузки глюкозой. Третья ситуация, она сейчас встречается значительно реже. Вместо приема глюкозы используется какая-то произвольная углеводная нагрузка. То есть беременная ест пищу, содержащую углеводы, все что угодно. Это кто на что гораст. Это может быть булочки, пряники, бутерброды, она может быть пить сок. Когда она приходит с результатами такого теста, конечно же, мы не можем его никаким образом интерпретировать верно. Тоже уже говорила, во время проведения теста исключена физическая нагрузка, беременная должна сидеть около кабинета, где проводится забор крови, потому что иногда встречается ситуация, когда беременная живет недалеко от лаборатории, она говорит, «А меня отпустили домой, она ушла домой, потом вернулась на первый забор крови, потом она опять ушла». И физическая нагрузка приводит к тому, что цифры гликемии будут ниже, чем реальные. Еще один очень важный момент. Для того, чтобы мы могли правильно определить глюкозу венозной плазме, мы должны соблюдать определенные условия забора крови. Для предотвращения глюколиза забор крови проводится в пробирку, содержащую консервант и антикоагулянт. Дальше эта кровь должна быть отцентрифугирована для разделения плазмы и форменных элементов. Плазма переносится в другую пластиковую пробирку, и уже именно в этой пробирке производится определение глюкозы. Если у беременной была взята кровь, и пробирка в штативе постояла какое-то время на подоконнике, то в результате процесса глюколиза у нас будут реально заниженные цифры сахара. Что мне хотелось бы сказать в заключении. Гестационный диабет – это заболевание, которое требует участия не только эндокринолога. В нашем случае должна быть очень четкая преемственность врачей нескольких специальностей – эндокринологов, терапевтов, акушеров, гинекологов. Для того, чтобы мы могли получить хорошие результаты в плане своевременной диагностики, в плане отдаленных прогнозов, нам надо объединить наши усилия. Нам надо расширять наши знания и представления не только в рамках своей, но и смежных специальностей, для того, чтобы любой специалист, который занимается гестационным диабетом, понимал и оценивал возможные риски и особенности ведения таких беременных. И вот только при совместных усилиях со стороны высших перечисленных специалистов нам удастся достичь хороших результатов. Благодарю вас за внимание! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова